Устроит ли критиков закона вот такое, скажем, осторожное решение? Прежде всего, тех критиков, которые обратились даже в Конституционный суд, чтобы скандальные инновации признали неконституционными. Давайте начнем именно с этого вопроса. Разговор с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, сейчас на связи со студией нашей программы. Юрий Анатольевич, приветствую. В Кабмине, в коалиции отказываются менять нормы закона об образовании, а вы сохраняете свою негативную оценку этого документа? Наша фракция не голосовала за законопроект. Мы считаем его антинародным, поскольку его принятие снижает уровень образования для детей, которые заканчивают школу, увеличивает срок образования. У нас выпускник уже 19 лет заканчивает школу, это недопустимо. И он перессорил нас со всеми соседями, поскольку снижает права национальных меньшинств в стране. Идет противоречие с картой региональных языков, которую подписала наша страна. Поэтому наша фракция подала заявление в Конституционный суд с требованием отменить этот закон. Кроме того, мы зарегистрируем, уже зарегистрируем в ближайшие дни изменения в статью 7 этого законопроекта, которая будет гласить о том, что принятие решений о обучении, о языке обучения, будут принимать местные громады на основании региональной хартии, которая подписана нашей страной. Мы считаем, что это позволит снять напряжение, которое в том числе возникло из-за непродуманного, принятия непродуманного закона в отношениях с нашими соседями, сторонами Евросоюза. Кроме того, мы считаем, что это должно быть отменено. И рекомендации в Минстанской комиссии, которая достаточно жестко высказалась в отношении этого закона, должны быть учтены при рассмотрении и принятии изменений в этот закон. Понятно. А что с другим спорным законопроектом, который депутаты тоже обещали рассмотреть? О реинтеграции Донбасса. Парламент вообще к нему вернется? И как ваша фракция будет голосовать по этому вопросу? Попытки провести так называемый закон о реинтеграции, а на самом деле мы считаем, что это закон об отделении части Донбасса, идут в полном противоречии с посреднической миссией, которая сегодня проводится спецпредставителем Соединенных Штатов Америки с представителем Российской Федерации. У нас большие надежды на то, что эта миссия завершится успехом, и мы достигнем мира в этом регионе, чего хочет вся страна. Мы откроем политическую дорогу для урегулирования этого конфликта, а подобные инновации, которые внедряются и пытаются внедрить партия войны в парламенте, они этому вредят, поэтому мы категорически против принятия этой декларации, которая не приведет к урегулированию конфликта, а приведет просто еще к большему ухудшению и обострению ситуации. Хорошо, и последний вопрос у меня к вам по теме, которую мы с вами уже обсуждали неоднократно, это пенсии для военных. На этой неделе наконец-то появилось решение Кабинета Министров о пересчете выплат и для этой категории пенсионеров. Вы не раз, в том числе и в нашем эфире, требовали от власти заняться этой проблемой. Получается, что правительстве к вам прислушались? Как вы оцениваете новое предложение Кабинета Министров? На самом деле то, что сделалось со всеми пенсионерами, это величайший обман. Мы, естественно, не голосовали за так называемую пенсионную реформу, и время показалось, что мы были правы. Наш вариант наполнения пенсионного фонда не был принят и рассмотрен к рассмотрению, поэтому мы считаем, что принятие в таком виде так называемой реформы, оно привело к тому, что люди просто не получили ожидаемого увеличения пенсии, а в следующем году еще десятки тысяч пенсионеров вообще ее не получат, выходя на пенсионный возраст, у них нет достаточно так называемого страхового стажа. А что касается военных пенсионеров, это вообще позор, потому что им последний раз индексировали пенсию в 2012 году, используя бюрократическую проволочку и зацепку, правительство не подняло и не индексировало пенсии, хотя анонсировалось неоднократно, причем все нормативные документы для этого есть в стране, не надо принимать никаких дополнительных законов, есть постановление Кабинета Министров о увеличении денежного содержания действующим у нас служащим. На основании этого автоматически должна быть пересчитана пенсия военным пенсионерам, так же точно, как пенсионерам правоохранительных органов. Правительство прошло напрямую нарушение закона, не сделав этого, поэтому наша фракция направила обращение в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон и оставил людей без абсолютно законных прав, не реализовав законные права на повышение пенсии, на ее индексацию. Мы будем добиваться, чтобы правительство провело индексацию пенсии и увеличение, без принятия каких-либо дополнительных законов, чтобы пенсионерам были пересчитаны пенсии, в ближайшее время с первой числа они их получили. Ну что ж, посмотрим, чем закончатся все эти законодательные споры. Спасибо. Юрий Бойко отвечал на мои вопросы.